Уважаемые читатели, сегодня наша беседа с психологом Центра занятости Людмилой Сергеевной Кофейниковой проходит в преддверии 3 февраля. Что такое 3 февраля? 3 февраля это международный день борьбы с ненормативной лексикой. Почему? Он международный. То есть тут появляется такой момент, что эта проблема затрагивает все языки, все народы, все страны. Потому что мат нельзя считать только русским изобретением. Матерятся везде. И ругаются немцы, испанцы, англичане, но однально. Только в России есть полностью табуированные слова. И слова, которые нет-нет, да и можно, в общем-то, произносить. То есть существует мат, существует сквернословие. Вот в чем различие с точки зрения лингвистики? Нет с точки зрения лингвистики никакого различия. Мат и ненормативная лексика это одно и то же. Если мы откроем словарь и посмотрим, да, в словарях пишется ненормативная лексика, в скобочках мат, нецензурная лексика, обсценная лексика, сквернословие и так далее. Поэтому разницы, в общем-то, нет. То есть еще жаргонная лексика. Есть такое понятие в русском языке жаргонизм, да. Это вот если простыми словами, это такие, это не матерные слова, но это ненормативные слова, которые используются в речи. То есть приближенные. Приближенные по значению. Как говорится, очень интересно получается. Ну вот откуда вообще появился мат в русском языке? Одна из самых распространенных версий, наверное, как в прошлом, учитель истории, вы сможете меня поправить, если я что-то не так скажу. Версия говорит о том, что мат в русскую речь принесли татар-монголы. Но в чем я лично очень сильно сомневаюсь, это не та нация, не та религия, которая использовала бы матерные слова. Я думаю, скорее бы наоборот. Ну, мне тоже так кажется, что это все наоборот. Ну, вообще, наверное, мат зародился в каких-то языческих культах. Я думаю, что да, это какое-то очень древнее явление, да, которое с одной стороны как будто бы делает язык более ярким и насыщенным, да. А с другой стороны, ведь есть, допустим, отношение религии к мату, да. И есть еще, например, такие направления в психологии, в психотерапии и даже в таких, как бы, необычных направлениях, там, эзотерических, да, которые говорят о том, что мат вообще это обрыв, маты это обрывки заклинаний. Это обрывки заклинаний, которые дошли до наших дней. И когда мы используем маты, мы не знаем, как, ну, что... Слово наше отзовется. Да, как слово наше отзовется. Поэтому это большой вопрос, действительно, откуда пришел мат. Ну, я так думаю, все-таки в целом русская лексика основана на четырех корнях, да. Все ругательства это производные вот именно от этих. И мне так кажется, даже не мне так кажется, это я где-то читала, что русский мат, он зародился в языческих культах. Как-то вот, ну, наверное, трудно представить, что крестьяне в деревнях использовали вот тогда-тогда, в стародавние времена, вот этот вот мат, так называемый, для того, чтобы кого-то оскорбить или обругать. Я думаю, существовали... Заклинания какие-то существовали? Да, ну, либо эти слова, это были другие слова, да, нам, значения, которых нам сейчас неизвестно. Ну, а то же ненормативная лексика развивается вместе с языком. Еще есть такая гипотеза, что некоторые слова, ну, именно вот из этого разряда, были даже священными или использовались для отведения порчи. Да, я тоже слышала. Такое тоже имеет место быть. И даже вот в Древнем Риме полководцы во время триумфа солдаты и подчиненные обязательно должны были бронить триумфатора. То есть, таким образом они привлекали удачу. Ну, то есть, есть какие-то традиции, обряды, да, в которых используется ненормативная лексика. Ну, да, то есть, мы плавно подошли к следующему вопросу. В чем причины употребления ненормативной лексики? Все-таки почему и зачем люди матерятся? Не тогда, в стародавние времена, а вот именно сейчас? Хороший вопрос. И неоднозначный. Потому что, с одной стороны, я думаю, что ненормативная лексика используется, это я как психолог понимаю, да, для выражения чувств, когда не хватает слов. Для выражения чувств и эмоций. Как бы придавая большую окраску, больше колорит речи. Когда человек находится в сильных эмоциях, да, в сильных чувствах, есть такое понятие аффект, да, это когда чувства захлестывают до такой степени, что человек не может себя контролировать. Бывают и такие состояния эмоциональные. Это с одной стороны. А с другой стороны, я думаю, что все люди по-разному используют ненормативную лексику. И бывает так, что мат становится, ну, его так много, что обычные слова превращаются такими связующими мостиками, да, между вот целыми батареями вот этой ненормативной лексики. То есть есть люди, которые разучились изъясняться культурным языком. Поэтому это правда очень неоднозначные. А для кого-то это норма жизни, а для кого-то это действительно вот в какие-то моменты способ выразить эту боль, которую человек, и вот эти чувства, да, которые человек испытывает. Ну, это такие редкие моменты, да, есть люди, которые действительно используют это, потому что это в их жизни, это в их норме. Ну, там, понятно, что если, допустим, человеку поставили на ногу холодильник нечаянно, тут уже вот непроизвольно от боли он скажет, конечно, не то, что, ой, как больно. Не соблаговолите ли вы выбираете на холодильник с моей ноги, да. Да, но тем не менее, если мы кого-то, ну, не мы с вами, а вообще если человек кого-то посылает куда-то, тем самым он направляет на него поток отрицательной энергии. То есть, со зла. Вот одна из причин, почему люди матерятся. То есть, выброс негативной энергии. Как способ, как способ канализировать агрессию. Ну, то есть, направить. Выхода из сброса агрессии, да. Таким образом, да. Для этого нужна какая-то фигура. И когда она эту фигуру еще, да еще и с матом, это такой способ, да, сброса агрессии. В психологии есть такое слово канализирование, да, когда мы как в канализацию сбрасываем вот эти вот чувства. Ну, оно, конечно, хорошо в канализацию сбросить все эти чувства. Ну, вот трудно представить домохозяйку, женщину, которая в чисто убранную комнату выльет ведро помоев. Вот так вот, да? Ну, так вот у нас получается почему-то. Да, бывают такие ситуации. Потом мы с вами говорили, что употреблять такие выражения, ну, в каких случаях? В случае опасности, в случае боли, то есть, или выплеска агрессии на какого-то конкретного человека. Но еще есть такой момент, как низкая культура. Абсолютно верно. И, допустим, то есть, человек либо употребил что-то лишнее, либо просто у него не хватает слов, чтобы выразить свою мысль достаточно четко, или он воспитывался именно в таком окружении, где такие выражения норм. Являются нормой, да. И для нас же ведь, в общем-то, не секрет, и уже всем давно известно, что человек состоит на 75% из воды. И вот этот опыт очень часто показывается, что когда на воду говорили плохие всякие слова, так сказать, матерные, то кристаллики там в этой воде, вот потом замораживали ее, они совсем были какие-то, в общем, неправильные, некрасивые. А когда все хорошо было с водой, и там классическую музыку включали, то при таком углубленном рассмотрении этой воды, в общем-то, было все хорошо и все красиво в этой воде. То есть, значит, это получается буквально, что слово можно убить? Я думаю, что в каких-то случаях, да, слово можно убить. Потому что ведь мат, это еще, вот если говорить в контексте агрессивных чувств, да, это же такое, правда, нападение. Причем можно этим пользоваться по-разному. Иногда люди действительно от испытка эмоций, да, они там на какой-то предмет могут это направлять, там, ну, что-то не получается, да, там еще как-то там не застегивается, не открывается. Но часто же бывает так, что это живой человек. Ну, как правило. Как правило, да. И тогда это такая атака на другого человека, на его я, на его эго, да. И у разных людей разная степень защиты. И кто-то чрезвычайно чувствителен к таким нападениям. И это может быть действительно очень больно, очень обидно. Ну, один не обратит внимания, да, у него там панцирь. А другой чрезвычайно чувствителен, и он действительно очень болезненно к этому относится. Мы не знаем, как то или иное слово повлияет на другого человека. Ну, есть еще третий тип людей, которые ответят. А есть третий тип людей, которые нападут в ответ. Это правда. Да, да еще, может, и сильнее, чем... С применением физической силы какой-то. Да. Есть еще один очень интересный факт. Вот могу поделиться это исследование уже психоаналитически. Потому что психоаналитики, они работают с матом. Когда клиент приносит какое-то матерное слово или употребляет на сессии, да, а иногда клиент действительно находится в сильных чувствах, психоаналитики всегда обращают на это внимание, потому что у них есть представление об уровнях развития психики, да, и благодаря вот такому, ну, благодаря тому, какой смысл человек вкладывает в матерное слово, они могут понимать, на каком уровне своего эмоционального развития находится клиент. Некоторые клиенты еще даже находятся, как бы, регрессируют на уровень, когда они еще не родились. На уровень зачаточного развития. Да, ну и вообще, все-таки я спрошу, задам провокационный вопрос. Согласны ли вы с тем, что нецензурно выражаться, вроде как иногда и полезно? То есть мы не копим эту отрицательную энергию в себе, мы ее выплескиваем на объект. Поплескивать ее на объект, я бы не сказала, смотря какой объект, понимаете. Если это какой-то неодушевленный предмет, наверное, можно поэкспериментировать, сбросить агрессию. Ну, как правило, мы наодушевленных сбрасываем. А наодушевленные мы уже говорили с вами о том, что мы не знаем, как это отзовется, и ведь это всегда разрушает отношения. Даже если нам кажется, что, допустим, человек нас простил, это все равно наносит непоправимый урон. Все равно где-то остается обида внутри, даже если человек в ответ ничего не сказал, внутри него остается эта обида. И это наносит непоправимый урон отношения. А мы же обычно срываемся на близких, потому что это самые безопасные люди. Мы знаем, например, что там ребенок нам не ответит, да, не до сдачи, или там жена мне, как говорится, не до сдачи. У тебя не думают, что какой-то нормальный человек будет материться на своего ребенка? У нас есть разные примеры. Ну, это уже ненормально просто. Что-то с ними не так, они ушли в регрессию. Абсолютно верно. Если ты начинаешь. Поэтому здесь я не согласна, что это можно делать. Я думаю, что стоит все-таки найти другие способы для выражения своих чувств в данном случае. Когда мы имеем дело, когда мы говорим про отношения с людьми. Хорошо. А употребление нецензурной лексики в художественных произведениях? Вот так вот скажем. Не согласна. Правда жизни. Не согласна. Ну, как? У нас есть примеры, да, у нас есть примеры такой литературы. Но я думаю, что среди них есть гениальные писатели, да, которые все-таки создали такие произведения. И это на самом деле не логий труд. По изучению, да, и по изучению лексики, по изучению языка. Но вот так вот огульно это употреблять, да, нам литература для чего дана? Как культурное наследие, да, для того, чтобы мы на что-то опирались. Это некая норма условная, да, на которую мы опираемся и формируем свой язык. Но если писатель описывает, допустим, какие-то моменты, ну, на зоне. Это определенная литература. Там же не может человек разговаривать языком Пушкина и Бога. Есть такая, да, есть такая литература. То есть тут даже дело не в литературе, а в том, что он должен показать, что вот так вот там происходит. И никто же не поверит, что кто-то разговаривает с употреблением фраз из французского языка, да? Да, конечно. Я очень сильно сомневаюсь. Ну и даже в таких произведениях Лимонова, допустим, причем вот он начинал с употребления таких слов, как «Это я, Элечка», да, там его очень много. Но чем он старше становился, тем у него меньше было таких слов и выражений в его произведениях. То есть каждый выбирает для себя, как писать, о чем писать. И одна из жен у него была тоже писательница Наталья Медведева. И вот я хочу сказать, что у нее очень много вот этих вот непечатных выражений в ее произведениях. Но тем не менее, если у Лимонова я это читала, вот оно как-то вот вписывалось. Построение фразы это даже не коробило. Ну вот читаешь и читаешь. А у Медведевой видно было, что вот норочито. Вот она хочет что-то показать, что-то доказать и... С натурой с такой. Да. И почему вообще люди ругаются матом? То есть им хочется показать, что они свои. Вот такие вот в доску, да, в определенном каком-то обществе, с позволения сказать. Что они вот такие вот прям все свои. Но тогда возникает вопрос. Если ты хочешь быть принятым в нормальное, интеллигентное, ну так скажем слово, да, культурное, образованное общество, то есть ты не должен употреблять этих слов и выражений. Так вот, существует ли вообще такая проблема в психологии, как перестать материться? Какие-нибудь советы, как от психолога? Я думаю, что здесь скорее не советы, а здесь про то, что является приемлемым для каждого человека. Вот вы приводите пример Лимонова, да, писателя. А я, например, хочу привести в пример. Есть такой прекрасный писатель Евгений Водолазкин. У него очень такие потрясающие книги, и, допустим, в своей книге «Авиатор» он описывает, ну, по сути, концлагерь, да, вот, на Соловках. Ну, неужели там люди не употребляли лицензурную лексику? Но этого нет. Вы другу в это поверили, что они не употребляли. Конечно, но этого нет в произведении. Но то, насколько описан этот колорит, да, ты как будто там находишься, без, без вот вырисовки вот таких, да, моментов. То есть вы хотите сказать, что все это от внутренней культуры и от, даже не знаю, от чего? Мне кажется, смотря какую цель. От таланта, вот, от уровня таланта. Да, и то, какую цель преследует человек, который пишет это произведение, употребляет ненормативную лексику. Он хочет шокировать, он хочет привлечь внимание, заинтересовать, быть неординарным, да, занять какое-то место в литературе. Для чего он это делает? Может быть, это и обосновано в его случае, в данном конкретном случае. Это выбор каждого человека. Но я просто про то, что это не должно быть нормой. Но у нас сейчас это стало нормой. К сожалению, да. К сожалению, да. Специалисты говорят о том, что, вот, вы знаете, я общаюсь с разными коллегами, да, я общаюсь с коллегами из Великобритании, благо сейчас наш интернет позволяет это делать, да, из Франции, и я каждый раз обращаю внимание на то, что, допустим, вот, французов часто ругают за их снобизм. Они очень трепетно относятся к своему языку. Они прямо борются вот с этими американизмами, да, вот, за силе слов иностранных, рекламы. Но я с большим уважением отношусь к тому, что они делают, потому что они пытаются сохранить свой язык. Они пытаются сохранить языковые нормы. Также, кстати, это касается и английского языка, да, несмотря на весь их сленг и жаргонизм, которые в огромном количестве присутствуют в английском языке, у них постоянно собираются комиссии, которые вот какие-то языковые нормы задают. К сожалению, этого нет в русском языке на сегодняшний день. Мы можем писать и так, а можем и вот так, да, хотя русский язык, он очень труден по своей, по своему лексическому устрою. И, к сожалению, сейчас мы действительно наблюдаем засилие вот этих вот иностранных слов, которые, ну, вообще иногда непонятно, что обозначают, да, вот, и в том числе матерных слов ненормативной лексики. К сожалению, это факт. Это факт, но говоря о том, что у нас сейчас везде, ну, не везде, достаточно много вот употребляется этих слов, и в том числе в произведениях литературных, я тут немножечко с вами не согласна, что это не зависит от уровня таланта и что хотел показать человек. Я вообще считаю, что Игорь Губерман, он очень талантливый, но тем не менее, всем известны Гарики, не те, которые в интернете гуляют. Ну, как он это делал? Вот, ну, он и делает, Дина Рубина тоже употребляет в своих произведениях ненормативную лексику, в последних произведениях очень даже часто. Употребляет, но опять же, а как это сделано? Так вот, ну, опять же, уровень таланта. И, к сожалению, сейчас у детей интернет, в интернете можно все, и клиповое мышление, и все такое прочее. Вот, мне интересно, как все-таки, опять же, с точки зрения психолога, семейного психолога, как объяснить человеку, который воспитан на мать, что это все-таки девиантная форма поведения? А никак. То есть, не надо объяснять, материться, пусть материться. Надо объяснять, но... То есть, элементарно, что такое хорошо, что такое плохо. Да. В любом случае, ребенок усваивает социальные нормы общества. Он ходит в детский сад, там не матерятся. Естественно. Он ходит в школу, и у учителя не матерятся. Но он же общается не только с воспитателями, и с учителями. Он общается с одноклассниками, с одноклассниками, и в семье. И он будет употреблять мат. Другой вопрос, что мы должны научить, да, как взрослые люди, где можно это делать, а где нельзя. Вы не сможете проконтролировать ребенка, хоть вы ему 300 раз скажете, что это девятное поведение, он пойдет в свою компанию, он будет употреблять мат, потому что это норма той компании, в которой он находится. Чтобы не стать изгоем. Конечно, конечно. Но его надо научить, что материться при учителе запрещено. Это закон. А такое возможно? А у нас есть закон. У нас есть законы. Да? А что, матеряться при учителе? А у нас в школах огромное количество таких примеров. Ну, да, там, наверное, не пришлось в школу, поэтому. Нельзя материться при взрослых, да? Вот это надо объяснять детям, а не то, что там материться нельзя, это форма девиантного поведения. Да они у нас пошли куда подальше. Ну, естественно. То есть, а в своем кругу материться можно получать. Они будут это делать. Они не спросят нашего разрешения. И вполне себе интеллигентные девочки и мальчики регрессируют до совершенно иногда похабного состояния. И волосы дыбом становятся, если ты их случайно встречаешь на улице. Это многие из них отличники, прекрасные, ну, как бы, школьники и дети. И дома у них никто не матерится. И дома у них никто не матерится, да. Но они будут это делать, потому что они хотят быть принятыми этой компанией. Но это не значит, что этот ребенок вырастет, и он будет этот мат употреблять везде и всюду. Объяснить только через себя, да? Если мы взрослые делаем, создаем это культурное общество, естественно, дети тоже не будут материться. Если в семье никто не матерится, если никто не ругается, если не ведет там какой-то, не знаю, там, разгольный образ жизни, то и дети тоже не будут это делать. Да, они могут делать где-то это в компании, мимикрируя, да, под это сообщество. Но внутри, в их базовых ценностях это не вписано. И тогда они не будут этого делать. Большое спасибо. Очень интересно. Спасибо, что пригласили.